Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим, размещаем большое количество аналитического контента по разным финансовым инструментам вам в помощь. Надеемся, что этой информацией вы пользуетесь. Ну что ж, несмотря на то, что сегодня последний день очередной уходящей недели, расслабляться, друзья, ни в коем случае нельзя, потому что так получилось, что на последний день этой недели выпал самый важный фундаментальный релиз, возможно, даже последних недель. Это выступление Джерома Паула на симпозиуме в Джексон-Холле. Напомню, что, руководствуясь опытом подобных мероприятий в прошлые периоды, в прошлых лет, я с большой долей вероятности могу сказать, что на симпозиуме, как правило, принимаются какие-то важные, ответственные или почти судьбоносные решения для финансовых рынков и для динамики многих инструментов. В некоторых случаях именно постфактум этого мероприятия проходило зарождение новых трендов. Я надеюсь, что сейчас, после выступления Паула, которое так широко ожидается, мы получим дополнительный импульс для роста доллара, скажу потише, чтобы ни в коем случае не накаркать. Очень рассчитываю на то, что текущую неделю мы начали, замечательно, друзья, по именно динамике, восходящей по этому активу. И также рассчитываю, что мы закончим ее выше 109 пунктов, что будет самой настоящей победой долгосрочной для всех тех, кто фанатично верил в неизбежный рост этого актива с учетом того фундаментального фона, который сложился. Сегодня, с вашего позволения, я не буду распыляться на большое количество финансовых инструментов. Вообще, хотел бы вот просто детальнее поговорить по тому, что сейчас происходит с долларом. В настоящий момент индекс американской валюты котируется на отметке 108,5. Если мы параллельно посмотрим на то, где находятся американские облигации, казначейский трежерис, они держатся на опланке 3,05. В принципе, этого достаточно, чтобы успокоить себя всем скептикам, которые по какой-то причине могли бы начать уже сомневаться в том, будет ли продолжение этого восходящего ралли. При такой динамике американских трежерис, при таких показателях, которые являются многолетними, конечно же, есть уверенность в том, что американский рынок долга тащит к тем уровням, к тем значениям доходности, которые будут соответствовать предельной процентной ставке. Мы ожидаем эту самую предельную процентную ставку, как минимум, к концу этого года. Но до конца этого года еще три заседания американского регулятора в сентябре, ноябре и декабре. И ставку с текущих 2,5% легко могут разогнать до 4%. Поэтому американскому рынку долго есть куда расти. И, соответственно, есть причины, за которые и индексы американской валюты нужно будет следовать именно на север в плане развития восходящего движения. Очень много релизов было макроэкономических на этой неделе. Но судя по тому, что сейчас американская валюта остается на локальных максимумах, можно сказать, что эта статистика оказала неоднозначное влияние на доллар. Первая реакция предполагала снижение американской валюты, потому что большая часть отчетов разочаровала. Но вот буквально со вчерашнего дня настроения стали снова меняться в лучшую сторону для покупателей. Ранее напомненной неделе вышли данные по продажам нового жилья в США. Это июльская статистика. Продажи снизились на 12,6%. Ну, может быть, этот спад является следствием того, что более высокие потечные ставки уже влияют на активность потребителей. Индекс PMI 51,3 снизился с 52,2, но все равно остался в зоне рост. А вот сфера услуг ниже 50 пунктов, то есть в зоне стагнации. Заказан товар длительного пользования, нулевая динамика, поэтому эффект, в принципе, никакой на доллар. Однако выступление представителя американского регулятора, главы Атланты Бостика, который, в принципе, выразился так, что готов подбросить монетку, где, с одной стороны, будет повышение ставки на 50 пунктов, с другой на 75. И какое-то из этих решений будет определяющим для Федрезерва. Ну, это как раз еще раз подсвечивает нам, что американский регулятор готов активно повышать процентные ставки. И, наверное, не важно, насколько, 50-75, повышение ставки, оно и в Африке повышение ставки. Глава Миннеаполиса Кашкари тоже поддерживает идею того, что инфляция – это проблема, которая еще далека от решений, ставки нужно повышать. Если мы представим то, что к концу этого года на рынке углеводородов усилится энергетический кризис, то, конечно же, более высокие цены на топливо будут разгонять дальше инфляцию и заставить американский регулятор бороться с ней активным повышением процентной ставки. Поэтому я согласен с тем, что говорят представители американского регулятора, что еще не время сворачивать с пути более высоких процентных ставок. И вам тоже рекомендую ждать жесткую риторику дальше, рассчитывать на дальнейшее повышение процентной ставки и укрепление курса американского доллара. Вишенкой на торте вчерашнее выступление CNBC в интервью Джеймса Булдарда, который еще раз дал понять, что ставка американского регулятора будет повышена до 4% на ближайших трех заседаниях американского регулятора. Хочу обратить ваше внимание также на два прогноза от инвестбанков, за которыми мы периодически следим. Это Goldman Sachs, который рекомендует всем своим клиентам через свои инвестиционные бюллетени, рации. Сегодняшнее выступление Паула на симпозиуме в Джексон-Холле рассматривали как триггер для роста доллара, о чем я, в принципе, уже рассказал. В частности, эксперты Goldman Sachs ожидают, что индекс американской валюты в сегодняшний день завершит выше 109 пунктов. Я не против. Собственно, это мне тоже хотелось бы увидеть. Wells Fargo рекомендует вообще спокойно держать длинную позицию по доллару до конца этого года, потому что единственное, когда можно будет усомниться в дальнейшем росте американской валюты, это только лишь в 2023 году, когда американский регулятор точно закончит с циклом повышения процентной ставки. На ближайших трех-четырех заседаниях этого не произойдет, поэтому покупатели могут быть спокойны на оставшуюся часть этого года и спокойно ждать предстоящие три заседания, сентябрьское, ноябрьское и декабрьское, будучи уверенными в том, что доллар останется на пути восстановления своих позиций. Сегодня еще раз напоминаю, друзья, выступление Паула на симпозиуме в Джексон-Колле состоится в 14.00 по GMT. Соответственно, ждем поддержки для доллара, ждем, что индекс американской валюты будет дорожать. И рассчитываю на то, что в понедельник у меня будет возможность говорить о более высоких ценовых значениях по этому активу. Параллельно смотрим за двумя рисковыми инструментами, за которыми мы традиционно следим. Это евро против доллара 0.9967. И, соответственно, сегодня есть высокая вероятность пробоя поддержки 0.99. Вчерашние данные, бизнес-оптимизм от IFO, статистика хуже, чем ожидалось, 80-85 с 88-6. То есть, фактически, еще одно доказательство того, что рецессия вот прям маячит над экономикой ЕС. И по поводу британской валюты ждем сегодня движение в районе отметки 1.17. Сейчас пара котируется на уровне 1.18.18. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!